Тебя снимают уже, да? Помаши. Скажи привет всем голубятникам. Сейчас главный голубятник пойдет голубей гонять. Я должен, да, вот так? Или ты? Давай, ты помаши. Как ты делаешь? Ну? Пойдем? Привет! Не вкусно? Давай. Аня! Иди, как? Аня! Он тоже уступался, даже дед уступал. Заставил деда. И лезь, сейчас, попозже. Давай. Пойдем сейчас голубит. Бум-бум, да. Потом бум-бум делаем, да. Да. Что сделаем? Что там так? Что? Давай, самостоятельно. Давай, по-моему, надо давать. Давай. Давай, похлопай. Похлопай. Давай. Получается хлопать? Давай. Давай, лопай. Давай. Не летать, скажи летите. Давайте, да, да. Не так, давай. На выход скажи. На выход. Давай. Плин. Что не слушаем тебя? Не. Давай вот так. Вот здесь прыгай. Спрыгай, скажи. Вот так, давай. Давай. Вот так, прыгай. Дешево. Вот руками. Да, да, да. Похлопай. Давай. Давай. Да, вот так. Вообще охренели. Да, не слушаем тебя голубит? Плин. Давайте на выход скажи. Давай, вот так рукой. Похлопай. Давай, похлопай. 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 А, не, давай палочки. Ты даже не спал. Да? Давай. Держи. Давай, пошли. Давай. 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 Пусть ты, вот так вот. Давай. Давай, похлопай, как ты его? Давай, похлопай, похлопай, как деда свистит, деда, как свистит, вот так, давай, теперь ты, давай, деда, ты как делаешь, давай, теперь похлопай. Деда, давай, тихо, так, и вот, вот-вот-вот, вот-вот-вот, вот-вот, вот-вот-вот. летает голуби летает или как дед обычно любит тебя катать покажу где вон они вон 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 видишь как красивый это смотрит он на ты смотришь красивый пошли красивый пошли сейчас мы его искупать еще раз наверное где голуби вон 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 вишь пошли это ты так поднимаешь некоторые люди по 50 лет держит голубя вот так поднимать не умеет ты знаешь касавчик пока поставим на паузу еще хочешь купаться все хочешь скажи что в деду хочешь к деду хочешь или купаться хочешь прямо так залезешь или раздеть тебя ладно давай сейчас вот он как поднял до их вон они вон гулешки летает вещь вон они вон они пошли целый толпа вон они даже и бьют некоторые даже и бьют некоторые до дома шла все деды часто обучить позанимается до чего же красивого сейчас кинет бассейна будешь купаться а потом продолжить как что кушаешь его не хочет он арбузики что надеть вот это на тебя вот это на тебя надеть или так будешь дорогие мои настоящий голубятник уехал даже под вечер ему без разницы вечер утра деда гид пока не подниму домой не поеду голубей поднял посмотрел немножко и поехал то есть как это обидно досадно ну ладно следующего выходные опять приедет деда обрадовать эмерджайзер даже супер эмерджайзер сколько энергии в нем это страсть это страсть шила секунда не стоит секунда не молчит типа сейчас чуть-чуть посадочку этих снимок это большой удочкой махнул вместе с дедом пальцем тыкает туда им небольшую удочку увидел что я большой удочкой махаю дай мне чтобы много сразу пошли от маленькой мало идет ну понимаете что же время вечер голуби вверх не пойдут конечно потому что с мозгами у них порядке чуть-чуть посадочку снимем а потом все это надо будет еще траву нарезать там подорожник я нарвал надо будет нарезать день две-три чашки две-три чашки я вот разной травы что то портулак тот чеснок то там этот подорожник то а до ванчик что попадать это кто такой это даже не могу понять неплохо ставите в линьке не от черного чубатого сын может и дочь быть но сейчас птицы линьки их толком не наметишь тяжело узнать уже кто тем более темных если белых ты еще можно так намечать узнать темных проблематично немножко в отличие от от светлых от белых белых я имею ввиду и шеечки и хвосты на белом пире можно там и зеленки намечать а вот на черном только ситарить хвосты по-другому не то есть ну как намечать хвосты там слева справа вот как ситарим вот так же и намечать чтобы узнать кто из них кто на там из ребят пишет в описании хвосты пишите вот элементарно вот рассказывает да там то делаем это делай 5 делай дорогие мои но разве можно все записать в описании значит у вас нету времени посмотреть этот ролик который для вас же есть желание чтобы в описании написали да там какая дозировка то это это ведь там ну напишем я это да скажем так 5 миллилитров на один литр воды и что это даст но я же в ролике показываю именно как надо держать голубя голову надо держать чтобы в глаза не попадали потому что это вредно это опасно когда в глаза попадают понимаете это у нас просто поражаюсь просто поражаешься да там вот на детьми ну вот и есть же вот человек даже полчаса времени не хочет вас потратить чтобы посмотреть то что ему надо понимаете и вот не зря же говорят да сейчас население пошло тик токовского мышления то есть мозги у людей на две-три минуты там больше не надо то есть достаточно вот это вода на больше не подтягивает это печально дорогие мы очень печально это не то что печально это просто катастрофа если честно говоря представляете раньше допустим люди вот такие там и там читали до книги читали сидели сутками читали для того чтобы узнать о каком-то там это до произведению но потом появились это да кино там документальных художественных фильмов но хоть показывали да там ну за час за полтора можно было эту книгу как бы посмотреть теперь даже и это не хотя да там как вот этот в анекдоте игры девчонка приехала в город это вы с города в деревню ну и каждое утро идет библиотеку берет пару-тройку книжек идет родственникам домой на следующий день эти же книги под мышку пошла сдала опять другие книжки берет опять идет умница да там девочку приехала с города не там не то с площадку не то не другое а библиотеку мы ну и решил познакомиться подходит здравствуй здравствуй чё читаем говорит тарас бульбу ну и о чем а книга горит о любви горит ну чем заканчивается конец горит ну конце горит тарас женится на бульбе вот такое мышление такому мышлению к сожалению идем понимаете так нельзя дорогие мои надо надо трудиться трудиться надо заниматься что-то делать иначе это просто катастрофа просто садится или нет слава богу молодняк тут в основном один там белый постарший голубь эти письку ничьи виде дали хвост и пальчиком а и отхалут шеечки чернохвостые с двумя крыльями вот так пойду я сейчас корма возьму и дальше сидя а то силу деда не осталось так как выжил деда как выжженный лимон такое полясь старостная радость дорогие мои на сегодня у нас 10 августа 29 градусов но тоже жарко тоже жарко сейчас попробуем попробуем вот почему я уважаю дядя гагика и смотрю постоянно потому что он гоняет голове каждый день и не отмазывает что сам сам заберет или меняет голуби я тоже такой же гоняю или нет голуби не линяет заберет и заберет как дядя гагик как скажет выживает сильнейший я рад дорогой что мои труды не зря прошли если бы этого каждый мог бы понимать ну хотя процентов 10-15 остальным бы пришлось придерживаться к этому ну я поэтому по моему же говорю было бы плохо если под видео указали дозировки или время где говорите о применении кивермика не у всех есть время смотреть видео дорогой мой но если у тебя нету время посмотреть даже видео откуда у тебя время держать голубей может тебя не надо держать голубей как ты думаешь если полчаса нету на голубей то надо каждый божий день время тратить тут александр пишет николаевских возьми они у вас гагик джан тоже будут пешком уходить от хищники бери только нехороших чтобы наверняка с гаврилом потом посоревнуйтесь у кого быстрее летят честно говоря не знаю кто человек и непонятно человек шутит или всерьез говорит но как бы этого не было что в этот шутит если всерьез говорит это еще хуже для него если шутит а понятно там до того пока я привез сюда бойных голубей я же рассказывал я держал что 15 николаевских голубей эти голуби уходили спокойно от хищников и от сапсана и от тетерятника и в моих роликах за столько лет сколько раз было когда чужаки попадаются ну даже вот у соседа у валера у него гривуны первики и николаевские но за зиму николаевские выжили которые летают а гривуны не выжили теперь вот вам ответ дорогой мой как говорится нет плохой порода голубей из плохие танцоры которым постоянно что-то мешает то хищник не дает голуби пропадают поток на 50 и понимаете человек который хочет что-то делать он найдет тысячи возможностей чтобы этого сделать человек который этого не хочет делать он найдет тысячи причин чтобы этого не делать так значит алексей другой пишет кто-то интересуется мастерами долголетами нас интересует бой да если люди держит мастерами мастер если долголетом то это должно быть реально больно это должны быть реально больные не просто на словах а в деле надо добрый день не знаешь ли ты ответ на такой вопрос что заставляет больного голубя совершать кувырки на этот вопрос еще никто не смог ответить ответ очень простой это гена заставляет совершать его кувырки это тоже самое что спросить на что заставляет лошади бегать потому что он лошадь он должен бегать это бойный голубь он должен бить ну а вообще-то там как появился бой как бы у голубей то есть если вот эта тема тебя интересует ну своем роде к этими кувырками гой дубе сюда среди турманов тоже бывает хотя это не больно птица корки там да даже николаевской кувыркаются этими кувырками как бы они гасили атака хищников то есть уходили от атаки хищников как появляется порода именно так и собирается из себя подобных собирают и и получает эти голуби если мы внимательно посмотрим голубей эти горлица кстати частенько у меня нету садятся вот так и шеечки мазаны на шеи дикие голуби то внимательно обратите внимание посмотрите горлица какой выход стол дает именно выход стол стоит и тянет ответ очень простой это гена заставляет поэтому я и говорю что не каждого голубя должны называть бой нами потому что его гена и туда там не бой от бойного голубя отлет на вагонов и потом 가럭 сколько бой на голубь литить забываешь там в бойнах голубей в генов бой должен бы какой-то из войны голуби должен они летать должен то есть летать он в любом случае должен для того чтобы бить голубь он что должен делать он должен сначала взлететь летать чтобы в лету показывать бой да то есть ну лед тут уже вообще не обсуждается среди боя на голубей но ценность бойного голубя это не то сколько часов этот голуб летит оцениться бой на голов тем что с как он бьет и сколько раз бьет понимаете ну как как охрана спасибо за ролик все показано на деле спасибо за твои труды дай бог тебя здоровья благодарю дорогой взаимно значит самое здравствуйте дядя гагик расскажи пожалуйста что такое линия я понимаю так примеру яков родил иосифа родил давида и так далее же или по или же по женской линии но отвечаю сейчас на этот вопрос от игорь пишет значит гагик из-за атак невозможно смотреть видео только ставить лайки читать комментарии не могли бы вот дополнительно под видео выкладывать короткое описание чем обработать голубей датса это да это за так это форма кибер атаки на век система с целью вывести их из 2 или затруднить доступ к ним для обычного пользователя поиски зарубежных грузей проигрывающих по всем фронтам принципе в принципе отвечу я на твой вопрос что можно в этих случаях делать буквально вот миша вчера рассказывал что не мог посмотреть мой ролик гагик добрый день поставил vpn теперь опять могу смотреть ролики в ютубе рамильу и ренату могу сказать что настоящих голубей никогда не видать как своих ушей и худел держать резонок голубей курей и всем говорит что таких даже страшно гоняя здраво здравомыслившим так так еще к сожалению правда всем было заколит правда наши не не воспринимается большинство спасибо за классный ролик не за что опять в принципе про vpn поняли я тоже уже вынуждена посты туда поставил потому что невозможно мы вернулись как двадцатый век опять ну не двадцатый век а начало двадцать первого века как только появился интернет когда что-то включились и начинает кружиться 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 из-за слабого интернета сейчас двадцать первый век очень много возможностей при желании все можно это да там но под этим роликом я дозировку найду я этот ролик попробую я не уверен что получится но попробую написать там если в описании не знаю как это делается ну попробую получится получится не значите я все-таки не этот не 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 айтишник обычный голубятник значит по поводу линии там это очень очень правильный очень хороший вопрос но к сожалению редко кому интересует в основном интересует то что не должно их интересовать как лечить голубей как резать голубей как придумывать отмазки то другое да там значит всегда линии всегда в линии природе ну не будем считать там самку богомола там или это черная вдала там есть исключение конечно природе в основном все самки ищет сильных самцов не спроста же там везде есть вот такой да там альфа-самец ну хотя если понять альфа-самцы то есть животное мире всегда всегда решающие значение имеет мужские гены то есть зависит от это да но это не говорит о том обычно как говорится да там 90 процентов передается гена от голубей и всего там десять процентов передается от голубых но понимаете это среднестатистические понимаете вот как скажем говорят да вот средний зарплата в россии там скажем столько там 20 30 ну что значит это среднестатистические это не говорит о том что все получают там допустим 30 тысяч зарплату нет кто-то получает миллион а кто-то получает 10 тысяч понимаете и когда вот и вот эту сумму прибавляется и разделяется на количество людей которые получают зарплату получается вот этот 30 тысяч или 40 тысяч или 50 тысяч да там то же самое и в генах среднестатистический 90 процентов передается от самцов а и всего лишь 10 процентов передается от самой но это не говорит о том что не может родиться голубь в котором передал передались гена от матери там 80 процентов от отца там в это до 20 процентов там были 90 процентов от этого от от это от матери или 10 процентов от отца не такие тоже есть и поэтому для этого что делается до этого всегда там это да как бы проверяется это но обычно голубятники всегда ищут сильных голубев не голубок а сильных для разведения линии такой до чтобы получить хорошие линии нужен хороший голубь на то же самые собаки и лошади да там всегда же жеребец должен быть сильным кабель должен быть сильным там это да то есть зависит от самцов то есть основном зависит но я еще раз говорю это не говорит о том что у вас не будет пара голубей от которых там птенцы может допустим отец у него сильным боем сильным хорошим летом а мать допустим голубка да так себя и песку на выйдет это да там делите как это такая штука что одному боге известно что конечно результата по учить ну а одному боку и нашим голубя держателем понимаете вот у нашей голубей держать или тоже всем все известно вот ты гарид бери гвидов вот этот разреш получи птенцов slant тоже бери режь прямо вы везде опять получив ки т moje 4 здесь какой получит и ты получишь тучерезов, долголетов там, в общем, то есть, ну, им тоже известно, понимаете, одному Всевышнему известно, что получишь результаты, и вот этим, да, там, голубедержателям еще известно, но только разница в том, что Всевышний на самом деле знают, а эти абсолютно нихрена ничего не знают, понимаете, абсолютно, от слова совсем, zero, понимаете, потому что, ну, элементарно, самый такой, да, там, цепи, ну, как бы, да, там, человек, Бог, создал себя подобным, то есть, на вершине стоит человек, на вершине вот живого мира стоит человек, представляете, если у человека не получается иметь точно таких же детей, как он, если у сланов не получается, у львов не получается там, ну, никого не получается, ну, как она может быть, у голубей получится, понимаете, вот родители хорошие, значит, и птенцы будут хорошие, нет, такого не может быть, понимаете, вот от плохих вы никогда не получите хороших, ну, скажем так, да, там, от нормальных людей, от нормальных людей то есть и отец нормально и мать нормально да то есть это да у них может родиться ребенок down ну просто больную да там шизофреника может родиться от нормальных людей ребенок может родиться больным да там но если вы возьмете если вы возьмете 2 down или 2 шизофреника Сосватываете вместе с собой и получите от них детей То вы ни одного нормального ребенка не получите Вы будете получать исключительно больных детей Понимаете? Исключительно То есть они вам 100% не дадут профессоров Поэтому точно так же от хороших голубей Очень часто можно получить таких слабых птенцов От сильных голубей можно получить от этого Но от слабых голубей вы никогда не получите сильных птенцов Никогда в жизни Поэтому единственная возможность узнать Как это гонять, 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 гонять И еще раз гонять Там смотришь, говорит Ну вот как гонять, они пропадают Они хорошие, но они пропадают Ну вот если этому человеку задать вопрос Сказать, вот там в грубой форме как бы получится Когда слышишь родную Ну скажем там, твоя девочка Ладно, не скажем жена Твоя девочка, она очень хорошая Но она постоянно пропадает где-то Вот сегодня она с тобой встретилась Потом месяц ее нету Ты не знаешь, где она С кем она А как, это хорошая девочка или плохая девочка Да ты что говоришь А вот с голубями почему-то это Да, ну как может хороший голубь пропадать Вот объясните Ведь живого в природе нету такое Понимаете Ну почему не пропадают воробей Почему не пропадают вороны Почему не пропадают сороки Там дрозды, скворцы, ласточки, сапсаны, орлы То пятое, десятое А пропадают только голуби В общем Потому что у них у всех идет естественный отбор И правильный отбор И там человек свой грязный нос не засовывал Понимаете Человек свой грязный нос не засовывал туда Там все идет нормально А вот с голубями человек свое грязное дело делает Вот он берет, там мать с сыном порует Отец с дочкой порует Дед с внучкой порует Брать с сестрой порует Понимаете Поэтому птица растет абсолютно То есть вот берет Из нормальных создает дауна Понимаете Даже вот взять вот браки Да, там в некоторых народах есть такое Родственные браки Там двоюродная сестра Скажем, там с двоюродным братом женился И то не самые близкие Да, там не мать с отцом Там не сын матерем Там или брат с сестрой Да, там я имею ввиду Не самые родные Да, там через кровь Через два крови Да, там Там двоюродные, троюродные И все равно у них серьезные заболевания В конечном итоге появятся И в некоторых государствах Это даже в государственном уровне Запрещаются родственные связи Понимаете Ну как это так Человеку запрещают Жениться на своей родственнице А мы тут берем напрямую Порой мать с сыном Или отец с дочкой Или брат с сестрой Ну это неправильно, дорогие мои И в конечном итоге так и должно быть Птица должна пропадать Как их называют? Это страшные голуби Их страшно гонять Они хорошие, но их страшно гонять Потому что они пропадают Потому что их хищник берет Да правильно, это больные голуби Это их не страшно гонять Наоборот Из них необходимо избавиться И чем больше хищник их заберет Тем быстрее может голубеводство Освободиться от этой грязи Всего-навсего Правда, некоторые вот там грязи продают За золото А некоторые этот грязь покупают за золото И еще начинают продолжать, что это золото Понимаете? Ну, однако, понимаете От этого лучше она не станет Понимаете? Грязь не станет золотом Поэтому как бы Как бы вот так, дорогие мои Как передается линия В основном от отца 90% Ну, от голубок тоже зависит много Ну, а самое главное Зависит от проверки Вобраковка Необходима вобраковка 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 Понимаете? Ну, даже самое сильное производство Она не бывает безотходна Понимаете? Все цветки, которые на дереве цветут Из них же вы не получаете Яблоки хорошие Даже те цветы, которые вы в это Да, там Выпадают Из них выходят яблоки Это не говорит о том Что все яблоки будут созревать до конца И это, да Там половина выпадет Половина червей спортит Понимаете? Это природа Выживает сильнейший Лучший Поэтому стремитесь к этому К миру мир Голодам неба Здравия здравомыслящим Всем спокойной ночи